Привет, ребята! Сегодня 28 декабря, мой день рождения. Что сказать, сейчас уже 5 часов вечера, у меня еще ничего не готово, но на самом деле дело в том, что одна часть гостей придет минут через 15-20, а другая часть гостей, возможно, через часа 2. А поскольку у нас семейные посиделки, можно не торопиться никуда, можно спокойно в своем доме, в хорошем настроении, лежать здесь на диване, чуть-чуть что-то сделать. Я подготовила рыбу, стейки сенги в духовке будут, подготовила как? Просто все завернула в фольгу, ну, со специями и положила в холодильник. Как раз промаринуется маленько, и им готовится где-то минут 40, поэтому в тот-то момент самый я смогу поставить рыбу в духовку, ну, где-то за 40 минут, чтобы съесть, ну, кушать. Начну делать рис, пожариваю отбивные, которые я вчера делала, просто кучу их сделала. Вот, вот, вот пакет, и вот самый большой пакет. Вот рыба в фольге, еще у нас будет нарезка рыбы осетрины, вот такая рыба, сырочки всякие, колбаски, ну, черную икру мы все-таки на Новый год решили кушать, соки, что еще? И еще соленье, здесь у меня еще соленье. Так, ничего особенного. Вот так я все засервировала. Сейчас я еще уберу цветы, чтобы они не мешали, потому что здесь будут стоять всякие штучки, дрючки, а ну, еще будут салаты, понятное дело, огурцы, помидоры. Еще мама сделала отварной язык, торт, отварной язык мама принесет. Еще крабовый салат она сделала, поэтому я думаю, что у нас будет два салата. Один овощной, огурцы, помидоры с луком и маслом, а другой крабовый с майонезом. Ну, короче, не знаю, не вижу смысла много готовить, потому что у нас маленькая компашка, в принципе, еды достаточно, там, типа, делать пять салатов, каких-то разных нет смысла. Я думаю, нам всего хватит, так что тут такая уютная красотища. Потом сюда еще стул принесем и будем отмечать. Так, первая часть гостей уже прибыла, ждем еще гостей, но, как сказать, ждем, уже решили начать кушать, потихонечку отмечать, что таким составом, и Слава пошел за рюмками. Вот, кстати, все, что у нас на столе стоит. А что у нас просто хлеб? Стой. Мама, это что такое? А, просто заказки? Да. Дедушки? Да. Всему голова. Да. А что там за тина какая-то положительная? Какая тина? Ну, они, он хранится. А где у тебя? Тоже в рюмке? Ну, чуть-чуть, да? Ну, смотри, сколько у них. Это осадок. Смотри, сколько у них. Я боюсь. Но ты же не будешь этот осадок. Это нормально. Ты только вилочкой одешься. Я вилочкой ее уберу. Я даже не знала, что в самогонке бывает какой-то осадок. Ты не будешь осадок? Нет, я даже езжу там. Она у меня лежала. От бочки, от бочки. Да. Она у меня лежала очень долго в холодильнике. Наверное, месяцев 4-5. И как бы ничего страшного, в самогонке я ничего не беру. А вот смотрите, какой букет подарила мне мама Слава. Марина. У меня цвет, ты посмотри, какой леон. Да, пепельно-розовый. Очень красивый. Просто волшебно. Ну вот ты стала на год старше. И вот моя любимая. Замечательная, волшебная. Я поднимаю этот бокал за тебя, за твое здоровье, за твое ментальное, психологическое здоровье, чтобы оно тоже тебя никогда не подводило, да. Я хочу, чтобы ты была счастлива, вот. И я буду делать все, чтобы ты была счастливой, вот. Блин, так быстро время летит, и с тобой оно пролетает незаметно. Давай, за тебя, зайка. Спасибо большое. Ура! С днями, я тебе. Ура! С днями, я тебе. С днями, я тебе. Какой ты такой активный, типа, у меня. А, кстати, да. Я еще подумал, странно, чтобы на стойке. Такие смешные. Из рюмки вино пьем. Я поняла. Слав, ну, прости, я думала, что это Слав. Давай коньяк откроем. Давай коньяк. Ты же купил вчера. Я купил. Будешь коньяк? Конечно. Не хочешь? Нет. Что? Что она с той невесткой не выбьет? Господи. Ничего от одного лотка не будет. Нет, нет. Да там ничего не мешает. Уговариваем. А он уже такой сареный огурчик. Да я уже огурец, сейчас думаю, закинусь. Тебе надо сыр. А тут облом такой. А вон он там где-то был, не? Я не его убрала. Я поняла. Ой, доченька моя дорогая. Даже мне не верится, что сегодня тебе исполнилось 25 годиков. Да. Пока еще эти цифры такие приятные, их можно произносить. Вот. И они замечательные. И у тебя еще все, все-все впереди. Поэтому, ну что я тебе могу пожелать? Конечно, здоровья всегда, крепкого. Ну, счастья, естественно. Чтобы было много. И оно было то, которое ты давно хайп хочешь, мечтала и ждешь. И, ну, не знаю, чтобы все у нас было хорошо. У тебя будет все хорошо и у нас. Так что за тебя, любовь моя. Ура! Ура! С днём рождения! Пока мы вас ждали, я уже подарила Емичке свой подарок. Вот. Матронушка. Она будет с Юлечкой. Будет ее берегать, помогать и защищать. Бабушка говорит. Бабушка говорит. Вот у бабушки перед глазами до сих пор стоит, как Лена моя родила. И нужно ехать в роддом забирать Леночку с ребеночком. И мы туда приезжаем. И она носит нам вот так усенький. Маленький, Маленький, Маленький. Ребят, ну, как будто было бы вчера. Честное слово. Да, я еще помню очень бледного папу у Юлиного. Да, он стоял за каким-то букетиком гвоздик. Гвоздик, нос. Ну, я не помню чего. И ему главное, он так растерялся, ему дают ребенку взять. Ну, молодые же были, да? Ой, да совсем молодые и юные. Ты такая махусенька, махонька была. Она была очень даже упитанная. Она была вот так усенькая и махонькая девочка. А сейчас такая хорошая, большая девочка. Я так, Юленька, тобой горжусь. Спасибо, Маленький. Я все время своим друзьям всегда говорю с гордостью. Это моя ночь. А это моя внучка. Спасибо, Маленький. Ты умница у нас, красавица у нас. Ты самая хорошая девочка. Хозяйственная какая-то. Все, все, слава тебе, Господи. В общем, ты солнышко наше, Юлюша, так и держи. И семья у вас замечательная. И Славочка у тебя хорошая. Спасибо, Маленький. Тебя очень сильно люблю. И я тебя люблю, Маленький. И очень я за тебя рада. И дай Господь, и молюсь всегда, и буду молиться. В церковь я постоянно хожу. Все время молюсь за тебя. Все будет хорошо. Спасибо, Маленький. И я тебя люблю, Маленький. И я тебя люблю, Маленький. Спасибо. Ура! Мать хаос. Мне некогда все время. Поэтому я решила в таком прекрасном конверте положить все то, что даст тебе возможность купить то, что ты хочешь. Спасибо. Держи. А вот. Ну, а кроме этого, я, естественно, хочу тебе пожелать исполнения желаний. Я тебе желаю от всей души, чтобы твой любимый мужчина, мой сын, всегда удовлетворял твои потребности. Чтобы ты всегда чувствовала себя защищенной, чтобы всегда была эмоциональная такая вот защита. То есть, да, чтобы ты чувствовала, что ты за мужем. И чтобы ты была счастлива, как женщина. Я желаю тебе, кроме этого, быть на взлете всех своих способностей, возможностей. Потому что 25 лет, ну, это, казалось бы, вроде бы много, а вроде бы и мало. Но на самом деле это достаточный возраст для того, чтобы понимать, чего ты хочешь, и идти к своей цели. Я тебе желаю, чтобы у тебя все сложилось. Я дал понюхать тёщи просто пробочку. Вот что значит, да? Я просто разослушалась. Я хотела похлопать, а у меня смотрел, когда же не нюхать. Ребят, посмотрите, какие цветы ещё добавились. Это подарила мама Слава. Ну, по-моему, я вам показывала. Но если нет, ещё раз показываю очень красивые цветы. Смотрите, какие тоже необыкновенные. Прям вообще красотища. Такие бутончики. Это от Кирилла и Ани, менеджеров моих. Они мне уже, вы знаете, подарили браслет. Вот этот я вам показывала в прошлом влоге. И вот такой шикарный букет. Пришёл с гортенди, гляньте. Просто вообще невероятной красоты. Это букетик от мамы. Тоже розочки красивые. Мои любимые белые, такие, с нежно-розовеньким даже оттеночком. Так что у меня просто цветник. Всё выставлю потом, как гости уйдут. И покажу вам улов в этот день рождения цветочный. Днём рождения тебе, моя хорошая. Загадываешь желание? Я загадываю. Давай. Ребята, зацените, какой красивый торт делала моя мама. Сейчас вам ещё покажу сверху. Смотрите, какая красота. Сама дело. Как называется, мам? Ты всё тоже день и ночь, но вкусный очень. Украшала. Да, я его просто украсила так, чтобы он был такой яркий, чтобы следующий год у тебя был очень яркий, насыщенный. Поэтому столько здесь изобилия фруктов разных. Класс, спасибо. Сейчас будем кушать. Больше всех этот торт ждал Саша. Дождался? Ура! Теперь можно есть. Ну что, режем? Да. Так, ребят, всё, гости ушли. Мы уже тут всё прибрали, навели порядок. Чуть-чуть осталось доубираться. Короче, посмотрите, я просто в шоке. Мне кажется, это самые вообще красивые цветы, которые когда-либо мне дарили на день рождения. Посмотрите, какие они все невероятные. Какие они все нежные. Ну и огненные, конечно же. Но это просто... У меня нет слов, насколько всё нежное. А вот эти тоже, какие вообще необычные. Мне кажется, это с какой-то другой планеты. Просто цветы. Безумно красивые. Все цветы. Просто спасибо большое всем. И, в принципе, за поздравления, и за цветы тоже так приятно. Какие же все красивые. Представляете, какой здесь будет аромат стоять? Таким шикарным видом, хочу сказать, я подумала, блин, не нужны мне цветы на день рождения. Ну ладно, уж что мне, ну, может, один букетик. Типа, ну не надо мне много цветов. Ну куда? Мы 30-го поедем на дачу. Все эти цветы с собой тащить. Ну это же просто трэш. Но они все настолько красивые, я их все с собой потащу. Потому что это просто вау. У меня вообще казалось, что я спокойно к цветам отношусь. Но когда ты видишь настолько невероятно красивые цветы. Ну правда. Вживую, представляете, как это вживую выглядит. А муж какие цветы мне подарил. Он, конечно, так выбился по цвету. Немножко из этой компашки розовой такой, фиолетовой. Но на то он и муж. Такие огненные. Но у меня таких никогда цветов не дарили. Такого оттенка. Просто обалденные. Прям яркие. Я превратилась, вы знаете, в маму, которая стоит около цветов очень долго. Восхищается. Хочет фотосессию с цветами. Потому что реально, когда ты видишь такую красоту, что просто невозможно оторваться. Просто невозможно отойти. Привет, ребята. Сегодня 29-я. Следующий день после моего дня рождения. Короче, я уже накрасилась. Уже волосы выпрямила. Не знаю, куда сегодня такая пойду. Вообще. Но сегодня я точно досниму этот влог. Последний в этом году. На кухне у нас просто рай цветочный. Я когда сегодня проснулась, первым делом побежала сюда. Все это обнюхала. Обнюхала. Такая счастливая, довольная. Ну блин. Что это такое? Просто нет слов. Все эти цветы завтра мы повезем на дачу. Потому что завтра мы поедем на дачу. Так как Новый год мы отмечаем там. Так вот, я сегодня хочу сделать какую-то фотосессию с цветами. Но не знаю, получится это или нет. Потому что мне хочется как будто бы что-то либо на улице, либо я... Я не знаю вообще, как это сделать, если честно. Мне хочется собрать все цветы в один просто вот такой вот, я не знаю, круг какой-то. Все их обнять и сфоткаться. Просто как, знаете, я не знаю кто. Мне кажется, я за этот год 100% повзрослела. Повзрослела. Ну, понятно. В любом случае, мы каждый год взрослеем, мудреем. Ну, что-то у нас меняется, понятное дело. Но в этом году в чем проявляется еще мое взросление? В том, что я полюбила цветы. Землю. Я думаю, вы помните, как мы на даче проводили время. И как там я фанатеяла по гортенде. Цветы пересаживала. Господи, сколько я там цветов пересадила. Это просто кошмар. И сейчас первый раз с дачи, да, с того момента мне подарили так много цветов, понятное дело, на день рождения. Хотя мой муж мне периодически дарит цветы. Но вот такое большое количество цветов в первый раз, понятное дело. Потому что когда еще дарится столько цветов, как не на день рождения. И я просто, я просто реально как какая-то помешана на этих цветах. Причем у меня было четкое ощущение, типа, ой, не надо мне цветы. Мне еще сегодня звонил курьер, сегодня еще какие-то цветы должны привезти вечером. Не знаю, что там будут за цветы, но я согласна. Я решила не красить брови. Решила просто их гелем укладывать. И все. Я вообще не фанат тортов. И вообще такое все не люблю. Сладкое, притерное. Но мамин торт я ела. Вчера, и он мне понравился. А еще, не знаю, заметили вы вчера или нет. Ну, в этом блоге, понятное дело, зубы Славы. И мы поставили виниры на верхние зубы. Но, к сожалению, у него забрали его зуб, который имплант ему недавно установили. И я еще радовалась, что у меня муж теперь зубом. Ну нет, теперь он снова без зуба, но это ненадолго. Зуб забрали не просто так, чтобы как-то расстроить Славу или меня. Зуб буду подкрашивать под его виниры, потому что его, в принципе, сделали белым. Но до конца тогда еще не было известно, какой оттенок будет у Славы. Ну, виниры, какие он выберет. Слава уже записался на обточку нижних зубов. Я думаю, как раз тогда ему, наверное, уже и вставят обратно его верхний зуб. Вот, конечно, немножко надо привыкать. Теперь его зубы, в принципе, не сильно изменились. Они стали длиннее, более квадратными, ровными, белыми. Мы вчера с ним около зеркала вдвоем вот так стояли и зубы свои рассматривали. Посматривали, у кого белее. Ну, белее на самом деле у меня. У меня блитч 2, у Славы блитч 3. Но из-за того, что у него кожа темнее, на нем его блитч 3 выглядит как блитч 2, например, на мне. Ну, то есть все как бы правильно, натурально. И зависит от освещения. Потому что вот так вот иногда я смотрю даже на видео или просто в жизни. В каком-то освещении говорю, мне кажется, что не такие уж у меня и белые зубы. Но стоит не выйти куда-то, где хороший свет, то это вообще реально. То это прям вообще класс. Очень-очень белые. Так что, да, Слава теперь пополняет наши ряды голливудские. У меня с винирами уже получается... Ну, получается, я с винирами, потом моя мама с винирами. Точнее, потом мой отчим поставил виниры. У него там была огромная работа, которую сделали в Смелл-студию, конечно же. У него там и импланты, и что там только нету. Короче, там прям очень большая работа проделана зубами. Вот, и в итоге у него там, получается, помимо виниров, еще импланты стоят. И у него там тоже цвет, по-моему, Блич-3. Ну, он прям вообще, он самый темный, мне кажется, из нас. Ну, то есть кожа самая смуглая. И на нем тоже выглядит просто как Голливуд-Голливуд. Вот, получается, после меня виниры поставил Вова. Хотя вообще изначально он шел не виниры ставить, а просто лечить зубы, ставить импланты. Потому что там прям большая работа нужна была. Ну, нужно было проделать. И он ходил, наверное, в Смэл-студию, я не знаю. Ну, вот, может, на даче, когда будем Новый год, не знаю, снимать не буду, не буду. Короче, я у него тоже спрошу. Но он ходил туда в течение, ну, года полтора, наверное. Ну, год точно он туда ходил каждый раз. Потому что, ну, вы сами знаете, что это вырвать зуб. Потом надо, чтобы зажило. Потом надо, чтобы тебе воткнули этот болт. Ну, короче, для имплантации этой имплантации планков. Не знаю. Левочка хочет паштетик, маме, деточка. Потом, значит, поставили виниры моей маме. Но у моей мамы свои зубы были, в принципе, хорошие. Хотя у нее тоже, по-моему, один зуб стоял имплант. Не помню, что там случилось. То ли он откололся, то ли еще что-то. Ну, короче, какая-то такая неприятная ситуация произошла. И у нее тоже стоит один имплант. И, ну, все остальные свои зубы, слава богу. Вот. Вообще, у моей мамы, в принципе, свои зубы очень хорошие. И когда Вове, ну, моему отчему поставили виниры, и он хотел просто такой Голливуд-Голливуд, знаете, сразу на лет пять точно помолодел. Сразу такой вообще реально голливудский актер какой-то. И мы еще смеялись, потому что Вова говорил, или мама говорила, что он даже спит с улыбкой. Ну, потому что это настолько... А у него с зубами реально жесть. Ну, то есть проблемы были намного хуже там, чем у меня ситуация была. И потом в итоге мама тоже захотела виниры. Тоже ей поставили, потому что она смотрела на своего мужа с Голливудской улыбкой. Ей, конечно, тоже захотелось. Хотя у нее свои зубы, в принципе, были, ну, хорошие. В том плане, что они ровные у нее были. Ну, да, они не такие белые, конечно, как виниры. Там, может, где-то форма что-то не настолько идеальная. Я помню, как моя мама меня отговаривала. Говорила, не надо, пожалей свои зубы. Я просто понимала в тот момент, типа, блин, да что жалеть свои зубы? Они у меня кривые, просто короткие. Зубы у меня челюсть не смыкается. Они желтые. Ну, типа, что мне их жалеть? Ради чего? Ради того, чтобы ходить, типа, ну... Вы помните, ну, как вообще у меня было. То, что у меня, мало того, помимо просто эстетически некрасиво выглядело, так я еще и шепелявила, как я не знаю кто. Всем привет, ребят, меня зовут Юля, и сегодня я снимаю видео Ask Pushman. Кто не знает, Ask Pushman это видео, в которых я отвечаю на ваши вопросы. Всем привет, ребят, меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам, что мне нравилось за последнее время. Ну, типа, и что тут жалеть? И понятно, когда я поставила виниры, все обалдели. Ну, и, конечно же, я хочу поделиться с вами своими целями на 2020 год. Кстати, ребят, я пока монтирую видео, обратила внимание, что раньше все-таки виниры на мне выглядели иначе. То есть, мой рот был все-таки непривыкшим к тому, что у меня там такие изменения произошли. То, что зубы стали длиннее, там вообще, в принципе, все изменилось. Поэтому я смотрю, я вижу, что когда мне только поставили виниры, какое-то время я привыкала, там, может быть, полгода. И я все равно как будто бы немножко как-то не так говорила. Видно, что как-то по-другому рот открывается, еще что-то. Как будто немножко не то, что неудобно, а непривычно. И я понимаю, что сейчас спустя время, уже три года прошло, как я с винирами, я уже абсолютно по-другому разговариваю, и уже так, как будто бы я и родилась с такими зубами. То есть, все равно, когда ставишь виниры, первое время может показаться, что ты немножко привыкаешь, тебе немножко неудобно говорить, еще что-то. Я сейчас это наблюдаю у Славы, кстати. Вот, я думаю, что вы тоже заметите, но я уверена, что со временем будет ощущение, что он всегда был с этими зубами, с винирами. Ну, просто потому что это было такое до и после, сумасшедшее. И в итоге все после меня захотели тоже в виниры. И это нормально, потому что винир, я просто ходячая реклама в винирах. И мне кажется, моя семья реально... Кто-то вчера под фотку написал, просто я вызвала фотки с дня рождения, вот, с мамой фотка. И сейчас покажу со Славой. Вот, со Славой. И, короче говоря, кто-то написал то, что... А вы, случайно, не семья, типа, которая рекламирует Smile Studio? Ну, в том плане, что это выглядит так, что мы реально семейка такая, знаете, для рекламы Smile Studio виниров, потому что у нас у всех такой Голливуд во рту. Ну, я очень рада, блин, это же здорово, зубы, это же такая важная часть, ну, как бы, внешности, и, понятно, эстетически, и, помимо всего прочего, в принципе, прикус. В общем, я намазала себе два бутерброда с паштетом, сейчас час тринадцать. Все равно, как будто я какая-то опухшая, ну, и ладно. Смотрите, как у нас дома уютно. Там девочка лежит с игрушками. Мой хорошенький. Сейчас поедем через полчасика по делам. Лежит хвостиком, крутит. Я тут все убирала, красоту наводила. Просто обожаю дом. Как можно так любить дом? Вивечка, на дачу поедем завтра? Поедем на дачу завтра? Гулять там будем, да? Гулять пойдем? На даче будем гулять? Зайчик мой. Да? Будешь гулять на даче? Мой миленький. Ой, какая деточка. Ой, какая деточка. Тут у меня вот такая атмосфера. Чаечек. Снимала только что проектик. Кое-какое уже все смонтировала, отправила. Монтирую влог с дня рождения. Тут тоже я разобралась. Убрала все духи, которые у меня там стояли. Вот эти парфюмы, ароматы. Все это убрала в шкаф. Вот дедушкина фотография у меня. Она была просто без рамки. Я нашла рамку, поставила в рамочку. Вот, так что стоит у меня здесь. Тут у меня обычно камеры лежат, которых у нас причем две одинаковых. Вот такая же, на которой я снимаю. Просто одна моя, одна слава. Тут ароматы какие-то мои любимые. Здесь Диор. Подарок у меня здесь стоял. О, что тут телефон? Так, так, так. А это что? Я не знаю. Кстати, по-моему, мне сегодня от Филс должно что-то прийти. Но я даже не знаю, что. Это какой-то подарок на Новый год. Это подарок на день рождения. Это просто подарок. Я не знаю. Потому что мне пришло сообщение, что ожидайте. А я не знаю, что даже я жду. Это, ну, просто не в курсе. Поэтому что-то... Я знаю, что это от Филс. Кстати, кофточка, в которой я сейчас... Она тоже от Филс. Вот. У меня очень часто спрашивают, откуда моя кофточка, откуда футболочка. И я не знаю, почему вы спрашиваете. Я же все это во блог снимаю. И не так давно во блоге я показывала целую примерку с магазина Филс, в котором я все это мерила. Брала все эти кофточки. Мне сейчас нужно разобрать посудомойку. То, что там купалось всю ночь, грубо говоря. Достала рыбку, ситринку. Хочу ее поесть. Ну, ладно, может, сейчас сначала все разберу. Хотя... Не, да, ладно. Так и быть. Тут просто надо достать посуду, которая здесь купалась. Кстати, вот такие вот красивые купили недавно в Уютере. Магазин. Ну, для салата. Знаете, две такие взяли одинаковые, чтобы на стол можно было поставить. Они с такими рюшечками интересными. Вот. Ну, так. Не то, что большая, но и не маленькая. Как раз, грубо говоря, две штучки на стол. Два равных салата. Вообще улет. У меня тут, конечно, просто трэш-сезабиток. Кстати, надо будет эти коробки вниз тоже забрать. Еще вот такие покупали. Но я, по-моему, как-то вам показывала. Это вот как раз, знаете, для рыбки, для сыра, для бутербродиков. Чтобы удобно было, ну, на стол красиво положить, знаете. То иногда посуды нет. У нас на даче, просто у нас на даче, ну, вы знаете, столько разной посуды, сервиза. Да, вот этого, а тут что-то вообще, да, у нас не было. Вот. И мы взяли две большие, две или три маленькие. Я уже мечтаю, когда у нас будет новая квартира с ремонтом все. Хочется туда посуду всю новую, красивую покупать. Прям, знаете, это отдельная будет статья расходов. Но я прям мечтаю, чтобы все это было такое красивое. Хотя у нас тут тоже как бы красивые. Не сказать, что какой-то там бешеный бабок стоит. То, что вот мы покупали. Но все равно. Конечно, слушайте, приятно есть из красивой посуды. Ну, понятное дело. Есть такие красивые посудины, что просто с ума сойти. Но у них там есть свои минусы. Какую-то посуду нельзя поставить в микроволновку. Какую-то страшно поставить в посудомойку, еще что-то. У меня есть контейнеры, что-то инженерам. Больше всего места на кухне, мне кажется, занимают именно вот эти контейнеры бесконечные. С кучей всего. Вот, кстати, вот эти бокалы вообще плохо ставить в посудомойку. Мне их, кстати, дедушка дарил, привозил из Грузии, по-моему, вообще. Вот, видите, рюмки, например. Сейчас, не знаю, сфокусируется. Вот этот рисунок, он стирается. То есть вот здесь более нарисованное все, чем здесь. Ну да, конечно, это такое посудомойку ставить. Вообще же есть разница. Тут практически прозрачно, а тут прям такое нарисованное. Я думаю, что завтра, перед тем, как поехать на дачу, мы заедем еще раз в тот магазин, где мы обычно берем, ну, покупаем рыбу. Короче, как сказать рыбу? Вот, например, стейк семги. Мне абсолютно норм заказать и в эко-маркет, и вообще в лавке где-нибудь. Там, не знаю, азбуковкусы, еще что-то. Либо купить на рынке. И вообще без проблем. То есть тут уже как получится, как удобно, где там что быстрее, по сути, будет заказать, чтобы приготовить. Ну, а что касается такой рыбы, как осетрина, например, которую я очень сильно люблю, всегда любила. Причем, например, красную икру, черную икру я никогда особо не любила, вообще не была фанатом. А вот осетрину я всегда любила. Я просто рассказываю тому, что когда я была маленькая, дедушка тоже нам постоянно икру покупал, привозил черную, там, красную. Я помню, он нам сделал бутерброд с черной икрой. Там просто, наверное, икры было больше, чем у самого хлеба. И это был просто какой-то передоз икры. И мне, конечно, это тоже не особо понравилось. Но тогда я была маленькая, голубенькая и ничего не понимала. А теперь, когда я выросла, ну, реально, вкусы меняются. Теперь я выросла, я люблю черную икру. Но вот осетринку всегда любила. Конечно, она очень вкусная рыбка. Ну, хотя она любителя. Но вот мы любим. Вот, и на эту, блин, рыбку до хрена денег ушло. Ну, я большой кусок взяла. Слава богу, оказалось очень вкусное, ну, свежее. Потому что, знаете, я прям так без хлеба ем. Мне не нужен хлеб, чтобы чтить вкус. Короче, такой прикол. Мы стояли в очереди в магазине за рыбой. А там магазин такой, что, ну, как бы ты стоишь не просто на кассу с рыбой, а отдельно, как бы, в самопродуктовом стоишь. Есть отдельный, как, типа, ну, не прилавок, ну, уголок такой, где рыба. И там надо отдельно покупать эту рыбу. Сразу тебе в пакетик все кладут с чеком. Там была большая очередь. Много людей, там, женщин, все, рыба, икра. Короче, все стоят там на стол. Новогодний может брать, не знаю. Я стою. Мне надо было взять осетрину и стейк с темги. Там, не знаю, сколько это штук. Стою, стою, короче, с одной стороны, подходит женщина, говорит, типа, ой, девушка, не подскажете? А там получается так, что при лавах, где куча рыбы, потом какой-то промежуток места, где ходят девушки, там, женщины, да, кто собирает рыбу, там, заказ, да, тебе отдают, пробивают, еще что-то. И на стене, ну, достаточно далеко, не знаю, метра три, может, ну, как бы не знаю, далеко-недалеко, но примерно три-четыре метра, вот, грубо говоря, от места, где ты стоишь, до стены, где стоит прилавок с икрой. И там ценники. И, ну, я-то вижу, у меня хорошее зрение, но я понимаю, что кому-то будет тяжело увидеть. Ну, короче, все это не в этом. И я стою, жду, с одной стороны, подходит девушка, говорит, типа, девушка, не подскажете, там, сколько стоит икра, вот, в зеленой баночке? Я говорю, 1050 рублей. Она такая, спасибо. Все, проходит буквально минуты, не знаю, две, с другой стороны, подходит другая женщина, и говорит, ой, а не подскажете, сколько стоит икра, там, с белой такой бирочкой? Я такая, 1830 рублей. И я такая, типа, ну, улыбаюсь, и, короче, как-то так приходишь, я поворачиваюсь на ту женщину, которая у меня первая спрашивала про игру, и мы начинаем смеяться с этого, что, типа, у меня, ну, как бы, два человека спросили, сколько стоит икра, а я такая, думаю, блин, ну, мне норм абсолютно, но просто, знаете, одно дело, когда один раз кто-то спросил, ну, просто подсказал, все, что, сложно стоит, но когда второй раз, уже начинаешь, как-то, не знаю, становится забавно, то, что ты как будто бы там стоишь для того, чтобы рассказывать, сколько стоит икра. Но, в конце концов, реально, зачем так далеко поставили, что, понятное дело, многие не увидят, сколько стоит. Что-то, я понимаю, деликатес, не то, что это фуагра, ужас какой-то, хотя, опять же, кто-то балдеет, кому-то нравится, нам вообще не зашло. Про что? Про фуагра. Фуагра, да, мне не зашло. Всем привет. Али, Маш, перепугнилась. Будешь еще? Ну, давай. Да, сначала зуб свой покажи. Видите? Нежние свои, а верхние виниры. Красота. Ну, какова красота, какова красота. Ура, мой с тобой голливудский. Ну-ка, покажи. Интересно, видно, у кого вилей на кадре? Конечно, видно. У тебя. Думаешь? Вот так вот мы вчера стояли в зеркало, когда дебилы. И смотрю, как вы видите. Это два дебила, это сила. Да, это мы, ребята, два дебила. Зато какие счастливые. Зато у нас виниры, а вас нет. Ну, расскажи свои сочинения. Ты съела мой кусочек? Да. Сейчас начнем, да. Больно, неприятно. Больновато, да. И вообще вся эта история долго длится у меня с зубами. Скоро выйдет песня как раз «Такая долгая». Да, это я про зубы написал. В новом году как раз. Да. Может, даже это и альбом. Ну, не может, а альбом. Думайте, Слава, все это время что? Я просто готовлюсь. Он готовится, чтобы вас удивить. Длилось долго, в средней болезненности. Ну, прикольно, в итоге, когда смотришь из зеркала и удивляешься. Но я очень жду, когда сточат нижние зубы, чтобы картинка была уже полной. Не, с нижними вообще просто... Потому что у меня с верхними проблем, в принципе, не было. Там был только скол на одном из зубов. Ну, на одном зубе. Ну, я про такие, ну, типа, дефекты, которые эстетические. А вот с нижними зубами, все-таки там эстетики меньше. Да, и там поработать придется больше. Там что-то выпрямить. У меня из-за давления, короче, ну, начали зубы налазить друг на друга немножко. Короче, как у меня было до брекетов, только у меня хуже было. Ну, Слава, нижние вот эти два зуба посередине стоят вот так. То есть немножко друг на друга. Ну, короче, типа, им пришлось вот так вот сдвинуться. Видимо, давления какое-то место не хватало. У тебя же там еще зубы мудрости были, да? Тебе их вырвали. Да, да, да. Но, грубо говоря, уже же процесс все. Ну, просто получится так, что тебе их больше сточат и все. Но это не страшно. Я уже говорила, что жалеть, блин? Не жалею, не зову, не плачу. Как говорится, все пройдет, как с белых листьев. Я немножко привыкаю к Славину зубам, потому что я ощущаю, что они все-таки стали подлиннее. И я теперь его конем называю. Ну, так, прикалываюсь, потому что когда только я поставила виниры, все ржали над тем, что я похожа на этого коня, типа Юлия из мультика. Вот. Но на самом деле в итоге сейчас, мне кажется, никто не будет даже вспоминать о том, что у меня зубы, блин, что-то длиннее. Просто разница была колоссальная. У Славы все равно не такая разница в длине. Но все равно они стали очень квадратнее. Они у меня больше, чем у тебя, в прямом случае. Ну да. Но ты мужчина все-таки. У Юлия они более округленные. Ну, типа, как мне сказал мой врач, что, типа, у мужчин должны быть, они более квадратные. Вот. И он мне сделал их чуть-чуть о квадрате. Вот. Мужественнее, типа, чтобы выглядели. Ну да. У тебя они были такие тоже немножко закругленные, такие няшные. Да. А сейчас стали такие прям мужской оскалы, или как это называется. Ну да. И клыки он мне оставил. То есть, типа... Я даже не помню. Блин, так тупо. Я даже не помню, какие у Славы были зубы. Так всегда. Так же, как со своими. Я жду, когда будет готово уже у него и низ. И тогда мы увидим до-после. Вот как у меня. А тебя на видео снимали или только фотали? Блин, это круто. Так что потом покажем вам все. Блин, это здорово. Ну, что сказать. Всем рекомендуем Smile Studio. Все, что можем сказать. Потому что там реально делают красиво, классно, качественно. Я тоже хочу рекомендовать. Вообще, знаете, ну, мы в Smile Studio, в принципе, все лечимся. И там все четко всегда. То есть, типа, ну, там, если есть какие-то трудности, они всегда звонят заранее, предупреждают. Ну, не знаю, у меня не было никаких вообще нюансов в момент, когда все это делали. А я вообще хотела еще сказать то, что я тут на днях посмотрела, когда вышло первый пост с винирами. Это было в 19-м году, в ноябре. Да, я уже не помню тебя без винир. Или не 4. Или 3. Времечко летит быстро. 20, 21, 22. А, ну, блин, 3. Все-таки 3. Да. Потому что я думаю, 4 как-то много. 3 года прилетели незаметно. Короче, если вам нужны виниры, вы знаете, куда идти. Ребята, у меня тут кран был сломан. Просто я не знаю, сколько. И мы со Славой ходили, думали купить новый смеситель. Потому что наш смеситель лил водичку только вот так. Короче, он был сломан и лил, ну, как душ. И всегда, когда я что-то мыла, все, все брызги падали сюда, все, у меня обрызгивали. И это было ужасно неудобно. Потому что у нас в какой-то момент сломалась вот такая функция, чтобы он лил просто обычно, как надо. Ну, сейчас я не сильно открыла, так понятно, напор больше. Вот, и представляете, что вчера Слава такой, когда подарил мне цветы, принес в вазу. И такой, значит, говорит, налей в вазу воды. И я начинаю наливать. И тут нормальная строя, я аж испугалась. Я проснулся. Я проснулся, поехал, поставил себе виниры. Обычный понедельник. После виниров я поехал в магазин и купил новую лейку для этого крана. Оказалось, что у нас дорогой какой-то смеситель стоит. Смеситель жутко дорогой. Сейчас в это время он стоит в районе 35-40 тысяч. И, ну, он, типа... Классный, мощный. Не, он реально классный. По нему видно, что он хороший. То есть, по нему видно, что он добротный. Вот. И лейка, что самое, ну, интересное, очень удобное. Все краны, которые вот мы хотели на замену посмотреть, ну, они все были ни о чем. То есть, они все были то маленькие, то какая-то лейка, говнолейка. А здесь прям лейка, как надо. Ну, прям удобно. Вот. И скажи, она была одна. Она была одна. Я вообще офигел. Я ее пытался найти в других магазинах. На Авито думал, подешевле взять. Но ее вообще нигде не было. То есть, она одна-единственная была в одном... Эземпляре. В одном сервисе, я так понял, как раз-таки ремонт в сантехнике. И она стоит, да, нормальных бабок, короче. Короче, он мне когда рассказал, сколько стоит одна вот эта запчасть, мы офигели. Она стоит, как несколько, ну, смесителей. Ну, не несколько, просто мы хотели купить... Как не несколько? Ну, мы с тобой смотрели... Можно смеситель за 5 тысяч купить, а она стоит, как два таких смесителя. Мы с тобой смотрели смеситель за 14 тысяч в магазине. Еще думали, наверное, это, типа, дорого. Ну, это для богатых, для обычных, как два смесителя. Ну, да, но я имею в виду, что мы смотрели смеситель за 14 тысяч, тоже, типа, прикольный, там, не влюра мерлен, короче. Она единственное, видишь, это оттянулась. Наша старая тоже, видишь, оттянулась и... Ее можно назад вставить. Ее надо правильно, это... А там, нет, там стопудово какая-то пружинка. Ну, да, просто иногда она стоит нормально. Ну, короче, суть не в этом. Суть в том, что я обалдела. Я Славе говорю вчера ночью, что, типа, цветы, вот эти цветы... Когда я эти цветы увидел, я офигел. Они как китнес из «Голодных игр». Вот как, вот она была в платье, помнишь, вот в этом обмене. Мне вот первое, что в голову пришло, что ты мой огонь, понимаешь? И я эти цветы... Там были бежевые, красивые, все коричневые, светленькие, нюдовые. Кстати, мы с мамой тебе подарили офигенные цветы. Довольные тут. Да, которые мне тоже нравятся. Ты посмотри, какие они вообще лаконичные. Да я уже показывала, старайтесь. Коричневые, офигенные. Сумасшедшие. Но я тебе подарил прям... Я подумал, что да, что... Во-первых, это розы. Во-вторых, ну, красные розы банально. Розовые розы приелось. А это, короче, ну, что-то такое необычное. Ну, у меня таких еще не было, скажу честно. Я такие еще ни разу не знала. Они, потому что они сверху желтые. А тут более сонные. А снизу более оранжевые какие-то. Ты посмотри. Они с градиентом. Ну, короче, очень красивый вид роз. Да. Так вот. И я вчера Славе такая ночью говорю. Ну, я его там обнимала, целовала. Понятное дело, как обычно. И я ему такая говорю, типа, заяц, цветы, конечно, классно. Но то, что ты дел с краном... Это вообще... Это подарок настоящего мужчине, настоящей женщине-хозяйке. Я говорю... Не, ну, это не подарок, это так мелочь. Ну, слушай, такая нифига себе мелочь. У меня просто, это, можно сказать, мечта была этого года. Закрыть этот вопрос. Потому что у нас этот кран, блин, дурацкий. Уже я не знаю, сколько дождем этим льет. И у меня постоянно тут все засирается из-за этих брызг. То есть это иногда удобно, понятное дело. Ну, не всегда же. Ну, короче, прикол. Ну, спасибо, заяц. С днем рождения. Курьера все еще никак нет. А нам уже нужно выходить. Что же он, где же он такой? Хочет нас заставить куда-то там опаздывать. Что же это за дела? Так, ну что ж, ребята. Мне пришла посылка от Филс. Я же чуть-чуть открыла. Ну, буквально сверху, посмотрите, что там. Вот такая вот коробка. Мы уже съездили по делам со Славой. Уже вернулись. Отдыхать еще не успели. Уже завтра, послезавтра в новом году отдохнем. В общем, я открываю. А здесь, походу, шар. А это что? Похоже, на сумку какую-то. Давайте сразу почитаем. Так. Такая вот классная открытка. Посмотрите. Прикольный? Тут написано. Поздравляем тебя с Новым годом. Желаем тебе в 23-м прислушиваться к себе. Поступать так, как хочется именно тебе. Хороший совет. Больше улыбайся, мечтай, получай довольствие от своей жизни. Будь сильной, смелой, яркой, индивидуальной. И каждый день на шаг приближайся к своей мечте. Команда Филс. Спасибо большое. Блин, как приятно. Вообще так здорово. Я не знаю. Это, знаете, такие вот спонтанные подарочки. Как будто бы вроде бы и не ждешь. Так. Надо было у меня еще тут в сторис красиво все снять. Ну ладно. В сторис уже без упаковок снимем. Слушайте, классный цвет. Уже все разворошила. Ну как? Классно? Так здорово. Спасибо большое. Так. И давайте посмотрим, что здесь еще. Какая-то сумка как будто бы что-то такое твердое. Не могу понять, что здесь. Пока непонятно. Ну сейчас мы поймем с вами, конечно. Же. Так. Так. У меня такая сумка уже есть. Блин. У меня теперь две такие сумки, ребят. Да, они одинаковые. Типа одного размера, одного цвета. Ребята! Слушайте, ну это говорит лишь о том, что то, что мне понравилось, то мне и хотели подарить на Новый год. Потому что там были разные оттенки вот такой сумки. Я захотела себе именно вот такую. И точно такую же сумку мне подарили на Новый год. Но я просто ей особо нигде еще не успела засветить, чтобы, наверное, команда Филс там были в курсе, что у меня есть такая сумка. Но это абсолютно не проблема, потому что у меня, например, есть бабушка, которая будет очень рада такой сумке. У меня просто мама уже взяла себе такую же сумку, только другого оттенка. Поэтому я как раз завтра смогу предложить бабушке в подарок, например, такую сумку. Что вот так вот здорово. Класс! Все, сказать спасибо! Ох, я буду с вами прощаться на этом. Но прежде чем я скажу вам всем пока, я хочу поблагодарить за поздравление на день рождения. Хочу сказать, что мне безумно приятно. У меня постоянно возникает какое-то ощущение, что как будто бы меня окружают одни только злые какие-то, плохие, не знаю, люди, которые, ну, типа хейтеры только, знаете. Хотя, конечно, я всегда вижу и позитивные комментарии, и искренние, и добрые сообщения, комментарии. Но почему-то всегда так выходит, что я заостряю свое какое-то внимание на именно вот этих злых людях. И в новом году мне хочется перестать обращать внимание на таких людей. И хочется, наоборот, обращать больше именно внимания на те хорошие, добрые комментарии, которые вы мне оставляете. Ну и, конечно же, хочу поблагодарить вас за все теплые пожелания. Мне безумно приятно. Такие пожелания я читала, что просто, вот знаете, думаю, блин, да, меня незнакомый человек там поздравляет так, как меня иногда там знакомые не поздравляли. Ну, то есть я к тому, что такие слова, столько теплых слов, и знаете, не просто типа ты классная, там, туда-сюда, а именно вот какие-то истории даже люди написали, то, что вот, там, благодаря тебе, я так благодарна, что ты есть, и вообще... Ну, то есть это прям здорово, и я... Ну, я понимаю, что, действительно, я не одна, я вообще не одинока. У меня очень много людей, которые меня искренне любят, и очень много классных девчонок, там, парней, наверное, не так много, в принципе, да, в количестве, но и парней тоже, которые следят за мной, за моей жизнью. И я вам всем благодарна. Спасибо вам большое. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Уже где-то в других соцсетях поздравлю прям в сам Новый год, потому что это последнее видео в этом году, получается, ну, что поделать. В Новом году хочу пожелать всем счастья, успехов, обрести какое-то счастье. Больше всего, наверное, я нам всем желаю, чтобы 23-й год был реально, реально хорошим. Не так, чтобы, типа, чуть-чуть получше, чем 22-й, а просто, чтобы он... пусть, действительно, он будет лучше. Пусть те какие-то проблемы, те несчастья, тягости какие-то, которые выпали на нашем пути в 22-м году, чтобы они все остались в 22-м году, чтобы они все как можно скорее разрешились, прошли, и чтобы в 23-м году вы были счастливы, были с теми, кого вы любите, кто любит вас. Ну и, понятное дело, здоровье, потому что здоровье — это очень-очень важно. Так что еще напишу вам пожелания в других соцсетях, обязательно подписывайтесь на меня. Ссылки оставила в описании. Всех люблю, целую, обнимаю. Встретимся уже с вами в 23-м году. Будьте счастливы, здоровы и всем пока!